Линейки по параллелям, контроль температуры тела и тотальная дезинфекция инвентаря и помещений. С 1 сентября отвергские школы заработают в новом особом режиме. О том, какие нововведения появились в этом учебном году в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, выяснила наша съемочная группа. Портфель у первоклассника Артема обязательно будут на стороже среди карандашей тетрадок, антисептики для рук и медицинская маска. Надеть ее с первого раза не получается без помощи мамы. В итоге попытка все же увенчалась победой. Придется потренироваться, признается новоиспеченный школьник. Не получается с первого раза? Да. Скажи ты-то сам, как думаешь, нужно маску носить и почему? Разные вирусы не будут попадать. В школу первоклассник идет, будучи хорошо подкованным в вопросах гигиена. Вспоминая мамин инструктаж, он показывает, как нужно мыть руки. В еду не попадет никакие бактерии. А как правильно руки мыть? Вот так вот. Сначала вот так, потом внутри пальцев, потом вот так вот. Ну и еще улица вообще. Новый учебный год первоклассникам и их родителям запомнится не только торжественной линейкой, но и тем, что знакомство с буквами и цифрами начнется в особом защитном режиме. Мама первоклассника Артема Юлия рассказывает, как в их школе пройдет День знаний. В этом году у праздника есть свои особенности. Линейка на 1 сентября будет. Классы будут разделены на группы. Совмещения первых и одиннадцатых классов не будет в этом году. А так все как обычно, стихи и первый звонок. Все будет. А потом детки пойдут в школу на мероприятие, а родители будут их ждать около школы. Родители должны иметь при себе перчатки и маски. Елена Гусева провожает в школу двоих дочерей в восьмой и в первый класс. В ее случае тревога о мерах безопасности приумножается в два раза. Елена рассказывает, что информацию о том, каким будет учебный процесс в новом учебном году, узнали совсем недавно. Будут сокращенные уроки. У первоклассников с восьми. У старших классов в восемь-пятнадцать будут занятия начинаться. Сами учителя будут в масках. Так в портфель будем класть маски. Будем слушать, что классный руководитель будет говорить. Все меры, которые предпринимает школа, нацелены на то, чтобы свести к минимуму контакты детей. Именно поэтому образовательным учреждениям пришлось вносить коррективы в расписание. Кроме того, у нас будут внесены изменения в расписание уроков. Мы попытаемся уйти от того, чтобы одномоментно начинались уроки, одномоментно перемены были, одномоментно заканчивались. Потому что нам нужно сделать такой скользящий, плавающий график. В управлении образования рассказали, что за классом будет закреплен кабинет, куда будет приходить учитель-предметник. Исключение только спортивный зал и кабинеты технологии. В этом случае предусмотрена дезинфекция. Если погода позволит проводить занятия физкультурой на улице, то заниматься дети будут на свежем воздухе. За питание родителям тоже не стоит переживать. Оно будет, но опять же, в особом режиме. Будет специальный график подачи пищи. После каждого приема пищи столы будут дезинфицироваться. Посуда тоже особым образом будет дезинфицироваться. Тоже будет такой некий скользящий график, когда несколько классов есть, они будут в столовой находиться. Столовая большая, но изолированы друг от друга. Разнесены они будут по территории столовой с тем, чтобы минимизировать контакты между ними. Начнут функционировать на входе пропускной режим. Каждому ребенку будет измеряться температура. Все данные должны быть записаны в специальный журнал. Если вдруг термометр зафиксирует показатель выше 37, то школьник изолирует до приезда врачей. До 1 января детям не разрешат массовые общешкольные мероприятия. Отпраздновать новогодний огонек удастся только в рамках класса. А как начнется уже третий четверть учебного года, в особом режиме или обычно, пока, по словам родителей, неизвестно. И учащиеся, и их мама, и папа готовы на ограничения. Лишь бы занятия проходили в аудитории, а не в дистанционном режиме. На удаленку класс отправится лишь в том случае, если у кого-то из детей результат тестирования на ковид покажет положительный результат.